Здравствуйте, уважаемые владельцы щелочных и соленых почв! У нашей хозяйки Наде, как известно, щелочная карбонатная почва, которая содержит карбонаты, вскипает от кислоты. Эта почва очень плотная, плохо пропускает воду. Тема нашего сегодняшнего блога это вот эта вот миниатюрная яблонька. Она, как вы видите, низенькая, плоская. Хозяйка ее обрезала для того, чтобы было удобно за ней ухаживать. В чем особенность этой яблони? Особенность ее в том, что ствол ее прогнил почти до середины. Ветки были черные, покрыты сплошь лишайниками. Это именуется как черный рак яблони. Что предприняла хозяйка? В ноябре хозяйка помазала яблоню глиной с травяным настоем. Как она приготовила травяной настой? Внимательно. На два ведра глиняной побелки она добавила полкилограмма железного купороса, полкилограмма мочевины и немножко обойного клея КМЦ. Это карбоксиметилцеллюлоза. Ну, немножко это сколько, Надя? Добавила клея. Сколько не жалко. Ну, сколько не жалко. Сколько в граммах там приблизительно? В граммах, в грамм 50. В грамм 50. Ну, как видим следствие, лишайники облетели. Также были помазаны, конечно же, и другие деревья, слива, например. Но обратите внимание на то, как рясно усыпана вот эта яблонька, чего, конечно же, раньше не наблюдалось. Ну, как я уже сказала, таким же методом были обработаны другие деревья, слива и черешня. Вот она дала прирост. Вот смотрите, даже яблоня дала прирост. На этом все. В следующем блоге мы... Подожди, еще покажем слив. Ну, давайте посмотрим еще сливки. Ну, слива тоже хорошо выглядит. Тоже она была черная, и все было покрыто лишайниками. Сейчас вот на ней хороший прирост. Ну, слив пока нет, может, будет в следующем году. Все, пока. Так, все, Надя, остался последний блог.